Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Travel 2014 года выпуска. Двигатель 2 литра вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 84 тысячи километров. Заменю в вариаторе жидкость, фильтр теплообменника и фильтр вариатора. Для этого надо будет снять поддон. Но перед этим сливаю масло, заливаю новое, прогоняю, сливаю и потом только откручиваю поддон. Поднял автомобиль, откручиваем пробку, сливаем масло. Пробка на 19. Масло темное, но не мертвое. Его не меняли. 84 тысячи пробежало. Стоит уже минут 20. И тоненькая струйка все продолжает бежать. Ну и чтобы время не терять, наверное, дальше сниму подкрылки. То есть подкрылок с левой стороны. Саморезы. Откручиваю. А здесь Торксы. Торкс Т-20. Торкс 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 Т Также клипсу. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Один подкрылок снял, завернул. Второй подкрылок одет. Я такого еще пока не видел. Вот для чего нам все это надо. Вот он стоит, теплообменник. Под ним нам надо заменить прокладку и фильтр масляный тоже. Так, ну масло у нас, стекло. Закручиваем на место пробочку. Отпускаем автомобиль и заливаем масло. Достаем щуп. Щуп здесь с фиксатором. Сбоку надавливаем немножко и поднимаем вверх. На щупе должна быть маркировка, а ее здесь нет. Нету ни выбитой, ни написанной. Масло здесь идет NS2. Вставляем в воронку. Масло будем использовать оригинальное NS2. Номер для заказа КЕ909-999-45. Это 5-литровая фасовка. Вливаем всю канистру, потому что у меня слилось 5 литров масла. Продолжение следует. Снимаю воронку, вставляю в щуп, чтобы не защелкнулся в обратную сторону, его поворачиваем и завожу автомобиль. Все прогоняем на всех режимах, поднимаем и сливаем масло, откручиваем поддон и откручиваем, меняем фильтр теплообменников, откручиваем, сливаем масло, минут 15 машина поработала, не 15, а минут 12 получилось, масло заметно чище, гораздо чище, пусть сливается, а пока сливается, открутим и заменим фильтр в теплообменнике. Сейчас здесь подсвечу, камеру повыше подниму. Берем головку на 10, откручиваем 4 болта, возьму гибкий карданчик, болты затянуты не сильно, выкручиваем сначала верхние, покручиваем, выкручиваем еще раз, уже напрягиваем, два, пять, 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 пять Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, теплообменник у нас откручен, вот он зашевелился... Теперь его отводим в сторону... О, а фильтр-то грязный... Выдергиваем фильтр... Резинки нет, резинка осталась на месте... Ее нужно снимать обязательно... Резинку черную, уплотнительное кольцо видно... Поддеваем ее... И вытаскиваем... Берем новый фильтр... Тридцать один семьсот двадцать шесть... Один икс эф два ноля... Устанавливаем его на место... Все, фильтр у нас стоит на месте... А теперь на теплообменнике... Сейчас попробую показать... Там стоит уплотнительное кольцо резиновое... Мы его тоже заменим... Вот отсюда покажу... Сейчас свет переставлю... Вот на теплообменнике... Стоит... Резиновое кольцо уплотнительное... Мы его снимаем... И в паз ставим новое... Но как это делать... Я уже показывать не буду... Потому что здесь придется все на ощупь делать... Но то, что его заменить надо... Это... Тоже обязательно... Потому что оно может побежать... Новое кольцо уплотнительное будет... Под оригинальным митсубисевским номером... 292-0А-096... Вот такое идет оно с направляющими... Вот 4 отлива... Ставим... Проверяем, чтобы оно ровненько стояло... И прижимаем... Не смещая его влево-вправо... Выставили, прижали... И начали наживлять... Все, кольцо уплотнительное я установил... Теперь... Отводим теплообменник... Назад... И не цепляя... А уже... За края... Выставляем его ровно... Ох... Какой дождь припустил резко... Сейчас будем под шум... Крутить дальше гайки... Время... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Теперь возьму здесь очистителем карбюратора, помою. Сейчас высохнет и масляных разводов уже не будет. Ну а теперь снимаем поддон. Масло еще потихонечку сочится. Поэтому пока на место поставлю подкрылки. Подкрылки поставил. Открутил все болты. Один болт оставил, чтобы держался поддон, не упал. Откручиваем его и снимаем поддон. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Эти магниты не загажены. Мою поддон. Откручиваем фильтр. Три болта. И снимаем его. Сейчас из-под него побежит масло. Три болта. Три болта. Три болта. Три болта. Три болта. Берем новый фильтр. Новый фильтр оригинальный. Ниссан. 31728. 1XZ0D. Фильтр сетчатый. Просвечивается насквозь. В принципе его можно мыть и устанавливать обратно. Три болта. Мечка. Мелье. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Номер ее 313971XF0C. Прокладка металлическая, профилирована с покрытием, поэтому мазать герметиком ее новую не нужно. Протираю по кругу. Площадь, где она прилегать будет. Сейчас протру и обезжирю. Беру обычный обезжириватель. И так же протираем поддон. Одеваем два болта и на направляющей одеваем поддон. Смотрите продолжение в следующей серии. А теперь наживляем все болты. И только потом уже будем подтягивать. Все болты наживил. А вот теперь можно вот так вот потихонечку, и то не с первого раза, по чуть-чуть подтягиваем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Поддон я протянул. Проверяю пробочку. Пробка затянута. Опускаем автомобиль и наливаем масло. Поставил воронку. Открываем еще 5-литровую банку масла. И так же все выливаем. Сейчас нам надо будет еще на доливку маленько доливать. Запускаем. 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 Снизу все сыто. Ничего не подключает. Предварительно посмотрим, какой у нас уровень масла. А масла нету масла. Нужно доливать. Нужно доливать. Здесь. Здесь. Так вот взять. 44,7 градуса. Вот сейчас 47,6 температура короткая. Мерим. Мерим уровень. Уровень масла по максимуму. Вот он, еще раз. По максимуму. Ну и состояние масла уже. Ушло 12-300. Чистое масло. На этом все. Ставлю на место колесо. И замену масла в вариаторе, масляного фильтра в поддоне и масляного фильтра в теплообменнике я закончил. Всего вам доброго.